Пушкин Я, наверное, начну не с Пушкина. Дело было в, наверное, 81-м году прошлого века. Я учился в школе и ходил в Новокузнецкий дворец пионеров, в клуб юных филателистов. Я тогда очень сильно любил футбол и собирать марки. Меня научила директор этого клуба, ныне уже, конечно, давно покойная, Валентина Григорьевна Исакова. И она сказала мне, что нужно собирать марки, конечно же, не просто так, а по теме. Я собирал марки про футбол, был чемпионат мира в Испании в 82-м году. И у меня было много-много очень красивых таких и даже некоторых очень странных стран, типа Южная Родезия марок. Я очень хотел с этой коллекцией попасть на какую-нибудь выставку, но Валентина Григорьевна сказала, что с футболом вряд ли. Вот что-то, может быть, более серьезное, хотя что может быть серьезней, чем футбол. Я прочитал кучу книжек про футбол, про историю, теорию, технику, тактику. Я правила все знал, как судья международной категории. Я знал, как офсайт фиксируется. Все это у меня отлично получалось. Но она сказала нет. Она спросила, какой у тебя, Миша, любимый предмет в школе. А я почему-то в ответ сказал ей литературу. И тогда она предложила сделать коллекцию про Александра Сергеевича Пушкина. Я очень удивился, но потихоньку втянулся. Ну, тем более, у меня день рождения 19 октября, то есть мне сам Бог велел. Я втянулся и стал собирать марки про Пушкина, посвященные его биографии, деталям его биографии. И стал читать точно так же книги про Пушкина, как читал про футбол. Пушкин стал для меня как футбол просто, понимаете. Всех Цевловских перечитал и прочих. Естественно, Тынянова. Не только художественную, но и исследовательскую литературу. Я читал, 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 читал. Я уже, наверное, мог, как записной пушкинист, сказать, что делал Александр Сергеевич 1 ноября 1823 года в 1637. Ну, почему-то я так и не доделал эту коллекцию. Но пока я ее делал, мне показалось, что мы с Пушкиным встретились глазами. Ну, так встретились и разошлись. Он своей дорогой на Черную речку, а я своей куда-то в совершенно другую жизнь. Но Пушкин остался в моей жизни, как и футбол, остался навсегда. Знаете, как про хорошего нападающего говорят, который может красивым дальним ударом гол забить? Это же пушка страшная! Гляжу, как безумный на Черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил. Прелестная дева ласкала меня, но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселых гостей. Ко мне постучался презренный еврей. С тобою пируют, шепнул он, друзья, тебе ж изменила гречанка твоя. Я дал ему злато и проклял его, и верного позвал раба моего. Мы вышли. Я мчался на быстром коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанке порог, глаза потемнели, я весь изнемог. В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лапзал армянин. Не взвидел я света, булат загремел, прервать поцелуя злодей не успел. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал. Я помню моленья, текущую кровь, погибла гречанка, погибла любовь. С главы ее мертвой, сняв черную шаль, отер я безмолвно кровавую сталь. Мой раб, как настала вечерняя мгла, в дунайские волны их бросил тела. С тех пор не целую прелестных очей, с тех пор я не знаю веселых ночей. Гляжу, как безумный на черную шаль, и хладную душу терзает печаль.